Это вот как раз у нас снимка, как вы видите сейчас конференция, которая называется «Разнообразие культур и языков в Литве. Вот колболь культур и воровились в Ост и в Вианим». Пожалуйста, здесь вот наш общественный коллектив. Это не профессионал, это ансамбль «Антази». Сейчас представитель ансамбль нет, к сожалению, она должна была быть. Ну вот мы такие мероприятия проводим повсеместно. Вот одни из первых. Пожалуйста, узнаю этот белорусский ансамбль «Сибирина». Он принимал участие тоже на этой конференции. Кстати, на этой конференции мы не только говорили на своих языках, каждый, как в парламенте, приветствовали на своих языках, с переводом. Мы еще дали концерт представителей национальных общин. И каждая община приготовила свою национальную культуру. Вот это у нас было в 2000-е. Вот, пожалуйста, вы видите на снимке уважаемых гостей, которые присутствуют и здесь. Да, дальше. Не важно, как вы это говорите. Я буду просто так, инфрагментально. Так как наш комитет живой, мы везде есть, мы везде участвуем. И, конечно, очередная вот выставка, которую организовали мы, это в стенах Угенского городского совета. Четыре года вместе. Пожалуйста, мой друг, мой коллега, вот всегда со мной, Гатерина Струченец. Без него ни представления этого мероприятия. Вот мы опять проводим такое мероприятие. И у нас в гостях представители почти всех национальных общин. Пожалуйста, и молодые, и очень молодые, и сеньоры. Ну, конечно, ой, какая она красивая, замечательная. Дальше, дальше, дальше. Я иду, думаю, что это слишком много. Так, вот еще, как пример, политика в Брюсселе. Сразу могу сказать, великолепная, прекрасная. Как мы хотим еще поехать. Кстати, 27 представителей национальных общин, в том числе здесь сидящих. Здесь есть представители из белорусской общины, и вот вижу, и наши партии здесь есть. Вот, пожалуйста, мы здесь все, и латарская община представители, и почти все, и латышская община. Я бы очень хотела, правда, чтобы нам сказали, а мы еще раз поедем, мы вас пригласим, вот где-то, кто пришел, кто-то сажается. Но это потом. Да, вот это, это уже другое мероприятие. Это фестиваль в Балтии-Сушбоксоре, в Балтии, в Балтии, в Балтии, в Балтии, тоже проводим, тоже наш комитет активен. Но нигде без помощи, конечно, европарламентарии, Ролана Сафакса, Сагиоса, Имберса, это было бы невозможно сделать. К сожалению, другие нам институции не помогали. Вот, пожалуйста. Здесь и литовский ансамбль, и белорусский, и вот это русский ансамбль, это самое Дамара Третьякова. Вот, раз, литовский ансамбль, школа святого. Мы привлекаем всех, мы любим их, мы хотим показать, мы хотим показать свою культуру, мы хотим дружить со всеми, и чтобы вот все коренные жители, которые живут здесь в Литве, как коренные, как литовцы, чтобы они не разделяли. Мы тоже литовцы, мы здесь живем, мы любим Литву, и мы со всеми, со всеми вместе. Вот одно из мероприятий, конгресс, противный конгресс, мы опять-таки сюда за него приглашаем. У нас, пожалуйста, представитель, литовский ансамбль, армянская община, Александр, по-моему, я забыла им имя Бояча, да? Вот представитель, татарская община, белорусская община, опять мы приглашаем всех, опять мы их не обходим вниманием, потому что мы такие хорошие. Вот, кстати, вот этот круглый стол, который мы уже упоминали, проводился в 2011 году, помещение дома национальных общин Вильнюса. Вот, видите, мы тут, и у нас, говорится, дискуссия, и представители, и участники. Вот, как вы видите, вот на снимке, как раз из Минска, вот, это, Михаил Рыбаков, а рядом сидит Виталия Колесникова, это председатель литовской общины, всей литовской общины белорусской, вот на снимке. А рядом Максим Блатулинов, и мы дружим, мы поддерживаем отношения, мы хотим работать в Белоруссии, мы хотим обмениваться опытом, мы хотим меняться культурными какими-то мероприятиями, и, допустим, с удовольствием, если мы поехали туда выступить, на какой-то, например, допустим, фестиваль, мы организуем отсюда, в их участниках. В общем, мы любим Белоруссию. Вот, здесь, пожалуйста, вот Балтий Савш-Рос, все даже стали, додировали, это когда нас выпал Белорусский ансамбль. Вот тоже Белорусский, вот ансамбль Пупалинка, вот татарский ансамбль, это Зорий Палтий Палман, и вот здесь фантазия. Везде, по-моему, одна молодежь. Это, кстати, государство Белорусский ансамбль, приехало сюда 27 человек. Вот молодежь, уже полский выступление, армянский коллектив. Вот опять русский Зоришка, тут есть как раз они. А вот их, ну как, надо же покармить детей, у нас молодежи было там много. А вот мы тут в индийских костюмах, ну где нас только нет. Вот, давайте листайте, ну расскажите, смотрите, потому что, ну работаем, наверное. Я говорю, что большую-большую поддержку я чувствую, большой плечок президента, член Европарламента, председателя партии, порядка своих лиц, Роман Лиспакс. Если бы не было такого поддержки, не было бы ничего этого. Вот Савантуй, праздник, который организовали татарская община. Мы опять туда, мы привозим свои коллективы, мы дружим, все, оказывается. Вот Ансамбль Шантазия, там был, ну раскачет, еще Ансамбль, по-моему, командир танцевал. А вот тут Верочка нашла, вот партия. В общем, мы все вместе, кстати, могу сказать, очень подружились. Вот в нашем партии, представители национальных общин, во время боевских в Руссель. Очень. Вот почему говорю, что такие боевские нужны, такие мероприятия нужны. Вот Ансамбль Андрей Данса, здесь они представители этого аксамбля есть. Это, кстати, танец был посвящен Родану Сапаксу. Что назывался этот танец? Полет. Так, это был след, очередной след в нашей танце, ежегодный. Кстати, они получили первый приз за свои выступления, и как подарок, Ансамбль их выгоняли на воздушном шаре, с ветра, с шормица. Вот это их ансамбль. Да, я не очень быстро говорю, нет? Так, так, сейчас. Это, так, мероприятие, встреча с членами Европарадамента, президента Воролана Сапаксу, в доме учителей, в юридическом доме учителей. Здесь была представлена в основном общественность, это русская община, русская, белорусская, там и другие, представители. Да, ну, можете дальше. Так, вот, еще, как пример приведу, в помещении нашей партии. Только вот недавно, в воскресенье, прошло мероприятие, посвященное Арсене Парковскому. Ну вот, мы не жалеемся о помещении, денег за это не берем, и проводим систематично мероприятие на любую тему. Вот, буквально два дня назад это было дело. Смотрим дальше. Да, хорошо. Кстати, вот сейчас это Викторинской и Русский Казник, но и здесь без нас не обошлось, потому что мы помогали, мы давали участников. Вот сейчас это показан фрагмент «Оле из Беларуси» приезжал от сам. Вот наш Георгий Вазухатов, он был сидит в зале, он приедет перед Олегом, не ансамбле из Беларуси, он тоже участник «Сосе из Денос». И вообще мы вас всех приглашаем участвовать в таких интересных мероприятиях. Мясо, Вильмус, Вайкадь. Ну, чем плохой такой праздник? Мы организовали совместность Возгарета Федорченко. Она здесь сидит, возглавляет клуб «Светоч» Дома Учителей. Вот Вильмус, вот Идиозов, Ибрисос, вот привезает в коллектив фольклорный литовский. Вот, пожалуйста, мы все вместе. Вот как пример я вам показываю уже это в своих картинках. Да, да, ну, пока, мне кажется, достаточно, да? Достаточно? Достаточно. Русаково. Куда? Ча, и, как Ира, и в Душкайел с юнострацией «Вильмска» и «Отвородис». И, койчу ли, социативные сиумки и конференция с Дарма, Мой доклад будет состоять из двух частей. Сначала расскажу о, я считаю, достаточно успешном опыте функционирования еврейской общины в Беларуси, одна из старейших организаций национальной общности, которая зарегистрирована как общественное объединение с 1991 года. Возглавляет организацию председатель Леонид Левин. Для людей, которые помнят, что Советский Союз и бывают в Беларуси, это автор Хатыни, такой мемориальный комплекс в Республикском Хатыни, сожженная деревня. Леонид Левин, автор, получил за эту реминскую премию, и мы считаем, что это одно из гарантий, наверное, о успешном функционировании еврейской общины в Беларуси тоже. То есть такой лидер, который имеет авторитет не только на международном уровне, спасибо, и вхож во многие государственные структуры, умеет решать различные вопросы на разных уровнях власти. Это очень важно. Значит, с 1991 года наш Союз изначально поставил с собой цель это защита прав и достоинств каждого члена еврейской общины в Беларуси. И это была основная цель, и, соответственно, она поставила ряд задач для решения этой цели. И одно из направлений деятельности – это у нас издательская деятельность, которую мы ведем. У нас с 1992 года выходит газета «Авиев» на русском языке, еврейская. Я привезла несколько номеров, кто захочет, подойдет, возьмет. Она выходила по различным финансовым возможностям, иногда выходила раз в два месяца. Последний номер как раз вышел при поддержке аппарата ухудомоченного при Совете Министра, о котором говорила Галина. То есть мы обратились к ним за финансовой помощь, и они нам помогли. И также выходят республиканские журналы «Мишпаха». Переводится «Грита» – это «Семья». Это такой художественно-публикатический журнал, у него есть сайт, но тоже на достаточно высоком уровне. Очень много внимания мы уделяем образовательным программам и проектам. Очень тесно работаем с Министерством образования Республики Беларусь в плане различных семинаров и работы с нееврейскими детьми и нееврейскими учителями, но на еврейские темы, на тему холокостов в том числе. Мне было бы очень интересно узнать, как обстоят дела в Литве, значит, в Беларуси, которая... Республика сама очень сильно пострадала в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной. Тема холокоста не очень красива, если ее выпячивать, потому что беларусы тоже очень сильно пострадали. Но, тем не менее, для воспитания толерантности, мы считаем, что важно и необходимо проводить факультативы в общеобразовательных школах на эту тему, для того, чтобы дети с юных лет знали и понимали, что такое толерантное общество и как необходимо относиться друг к другу. В следствии этого у нас очень широко популяризировали тему праведников народов мира. Это люди, которые спасали и преизвали в России. Очень большое внимание уделяется культурным различным программам. Из последних таких достижений и наших удач, мы считаем, проведение международного детского пленера, который проходит уже 6 лет в Беларуси, когда приезжают дети, учащиеся в художественных школах из различных европейских стран. И несколько лет участвовали ребята из Литвы, приезжали ребята из Болгарии, приезжали ребята из Латвии, из Эстонии, очень много из Молдовы. Приезжают дети, 7 дней мы показываем и Беларусь, мы показываем и еврейские места Беларуси, поскольку, не думаю, что нужно напоминать, но Беларусь входила в черту отследователь, поэтому процент еврейского населения на войне был очень высок. В некоторых городах он достигал 70-80%, были города в Беларуси со 100% еврейским населением, и в Минске перед войной жило свыше 50% еврейского населения. Поэтому невозможно сегодня разделить историю Беларуси, выделить отдельную еврейскую историю, или изучать историю Беларуси без еврейской истории. Поэтому дети, которые приезжают на пленэр, мы показываем им места, связанные с белорусской историей, места, связанные с еврейской историей, они рисуют. По итогам этого пленэра у нас проходят выставки, выставки работ, издаются каталоги, потом эти работы хранятся в Европейской детской художественной галерее. Поэтому, пользуясь случаем, мы же приглашаем принимать участие, приезжать в очень успешный проект, на наш взгляд. И отдельно я хотела бы сказать о работе с молодежью. В общем-то, у нас есть молодежная организация, достаточно успешная, у нас проходят летние лагеря для детей, как выездные, так и невыездные, так и дневного пребывания. И наша молодежь очень активно участвует в этих лагерях, сначала в качестве участников, а потом в качестве вожатых. Даже есть возможность иногда им оплачивать эту деятельность, они приобретают необходимый опыт, им очень нравится. Но, значит, есть две проблемы, мы сегодня считаем. Во-первых, как и везде молодежь уезжает. Особенно молодежь, которая имеет еврейские корни, у них сегодня тоже есть выбор, в какой стране жить и в какой учиться. Поэтому мы их, как и некоторые общины в маленьких городах белорусских, они остаются обезглавленными. То есть остаются только старики и маленькие дети, то есть молодежь 15 лет больше уезжает. Второй момент, так как в Беларусь сегодня приходят различные донорские организации, различные спонсорские проекты есть, то молодежь у нас несколько разбалована различными дотациями, и она привыкла сегодня, я говорю сейчас о еврейской нашей молодежи, а о молодежи нашей общины, привыкла за свою работу получать деньги. Поэтому волонтерские проекты проходят от несколько заскрипов. Хотя вот буквально в прошлом месяце наша молодежная организация провела неделю добрых дел, когда в течение недели они просто смотрели, где нужна их помощь. Это была помощь и детским домам, это была помощь и приютам для животных, это были различные поездки, уборка территорий различных. Значит, у нас есть еще такой молодежный проект, экспедиция по еврейским местам Беларуси. Тоже проходит в течение 10 дней. Когда два из этих, два дня убирается какое-то кладбище, находится порядок на месте захоронения, а потом ребята просто едут на автобусе и узнают что-то новое, что-то интересное. В прошлом году этот проект тоже расширился, и теперь наши белорусские ребята приезжают и в Литву тоже. Потому что понятно, что регион, в общем-то, один, и некоторые моменты пересекаются. То есть очень много образовательных научных проектов, тоже совместно с ритовскими спецназами по ограничью, были обмерены и описаны синагоги. И книга вышла на ритовском и на английском языке, каталог синагоги Литвы. То есть много могу говорить. В общем, хотелось бы просто сегодня обозначить проблему, которые стоят, я думаю, перед многими. То, что молодежь нужна, то, что средний возраст в общине – это очень важно и очень ценно. Но чтобы получить этот ценный средний возраст, нам надо воспитывать их, начиная чуть ли не с детского сада. И как потом их удержать в общине, как не потерять, как не переборщить с дотациями и не забаловать их тем, что и такой проект, и такой, и такой, и такой, что молодой человек просто сидит и ждет, что ему что-то предложат, и не готов сам что-то решать, что-то предлагать, и не готов сам вкладывать какие-то силы, эмоции. Мне было бы тоже интересно ваше мнение об этом поводу. Спасибо.